Всем привет! Меня зовут Даша. И сегодня я вам покажу, как вязать английскую резинку на вязальной машине Brother KH 260. Резинка выглядит вот так. Она одинаковая с обеих сторон. Такую резинку можно использовать для вязания разных шарфов, снудов, шапочек зимних. Очень удобный, красивый узор. Вязать мы будем из пряжи Alize Lana Gold на 100 грамм 240 метров. Берем ниточку, продеваем ее между фантурами. Я обычно креплю прищепочкой, чтобы ниточка не скользнула. Заправляем каретку. Делаем набор игл. Вязать мы будем на 30 иглах, то есть по 15 с каждой стороны. При наборе игл следите, чтобы крайняя игла на нижней фантуре была слева, а на верхней фантуре справа. Настройки на каретках. У нас плотность на верхней каретке стоит 0. Все рычаги выключены. На нижней каретке стоит на звездочке. Этот рычаг на R, этот на двойке. Эти рычаги опущены. Делаем завязку. Берем отборную, точнее гребеночку коротенькую, вывешиваем. Далее делаем перестройки на каретках и зажимаем вот эту клавишу. Снизу поднимаю здесь и переводим плотность на 0. У нас провязали иглы задней игольницы. Иглы передней игольницы. Иглы задней игольницы. Завязка у нас готова. Дальше делаем перестройки на каретках. Плотность ставим на двойку. Отжимаем этот рычаг. Зажимаем этот. Снизу переставляем плотность на два. Рычаг переводим с R на P. С двойки на единицу. Этот рычаг оставляем на месте. Вяжем. Когда мы вяжем правую сторону, у нас провязывают иглы верхней игольницы, а на нижней игольницы образуются накиды. Мы сделали около 30 рядов. Думаю, для образца хватит. Сначала мы снимаем грузы. Обрезаем ниточку. Придерживаем снизу гребенку. Вот такой образец у нас получился. С этой стороны и с этой стороны абсолютно одинаково. Это и есть английская резинка. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!